Добрый вечер, приветствую всех, с кем мы еще не знакомы, кто будет смотреть видеозапись данного вебинара. Меня зовут Эдуард Васильев, я являюсь одним из топовых директоров команды бизнес-модель 21 века. Ну что, дорогие друзья, давайте по традиции мы следующим образом, заодно сделаем перекличку регионов. Напишите, пожалуйста, в чате, какой регион вы представляете. Я буду понимать, что вы отлично слышите и видите. Так, Чувашевская область, Красноярск, Тамбов, Нижневартовск. Так, Мариэл, Татарстан, Казань, Ульяновск. Ульяновск, Большая команда, Свердловская область. Так, Иркутская область есть. Ага, так, Сергей Сергеевич, Березной даже. Отлично. Так, Тамбов, приветствую. Отлично, хорошо. Тамбовская область, отлично. Отлично, спасибо большое. Краснодар на связи. Ирина, приветствую. Итак, дорогие друзья, сегодняшняя тема у нас, квалификационный период. Такая узкая тема конкретно. Поставьте, пожалуйста, в чате по десятибальной шкале, как вы оцениваете свою любовь к путешествиям. Даже если вы еще не путешествовали куда-то далеко, вот по десятибальной шкале ваша любовь к путешествиям, к изучению новых территорий, ну и так далее, так далее. Так, отлично. Ну, я вижу, да, то есть в общем количестве, помимо единичных случаев, то есть у нас от десяти даже и более идет, да. Многие, я вижу, пишут даже цифру 100. Итак, дорогие друзья, сегодня с вами время, я вам сегодня покажу, то есть что необходимо сделать для того, чтобы ездить за границу как минимум три раза в год в нашем бизнесе, с нашей компанией. И эти поездки, самое главное, хочу обратить ваше внимание, будет полностью оплачивать компания-партнер. Кто хочет вот путешествовать и так, чтобы еще за эти поездки кто-то оплачивал. Да, ну это не то, что может быть имеет в виду юмористы, да, то есть это не какой-то спонсор, да, то есть с большим кошельком. Это оплаченное путешествие за хорошо проделанную работу. Отлично, спасибо большое. Итак, дорогие друзья, первые квалификационные периоды у нас, которые есть в компании, это квалификационные периоды на менеджерские конференции. Что такое менеджерские конференции? Давайте вначале посмотрим короткий ролик. Хорошо? Внимание на экран. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Поставьте, пожалуйста, циферку 18, кто это понял. Я сейчас обращаюсь в первую очередь к партнерам, у кого был максимальный результат, уровень 0,3,6%. Отлично. Понятна задача? То есть вам нужно уровень 18% и 4 каталога подтвердить этот результат. То есть в 6, 7, 8, 9 каталог. Ну, желательно, конечно, не подтвердить, а сделать приростом. Плюс, что еще необходимо? Необходимо, чтобы в каждом каталоге у вас было минимум 2 партнера по всей вашей команде, кто сделает заказ на 100 баллов новички. А суммарно у вас, чтобы за все со 2 по 9 каталог таких новичков было 30. Поставьте цифру 30, если смог это понятно объяснить. Минимум должно быть, каждый каталог, минимум по 2 таких новых партнера. Но суммарно за весь период, за весь со 2 по 9 каталог, у вас должно быть таких партнеров с группой, со всей группой, хочу подчеркнуть. Но у вас лично таких человек 30. И есть еще одно условие. У вас должен быть в каждом каталоге на своем личном номере минимум 150 баллов личный заказ. От 150 баллов и больше. Не каждый каталог, еще раз, Сережа. 30 должно быть суммарно за весь квалификационный период, по 9 каталожный период. Поставь, Сереж, плюсик, хорошо, если смог это понятно объяснить. Еще раз, со 2 по 9 каталожный период суммарно должно быть 30, но минимум каждый каталог должно быть. Два таких человека и более. Отлично, спасибо большое, спасибо за обратную связь. Если будут вопросы, вы, пожалуйста, смело задавайте мне, то есть в личке, в чате, хорошо? То есть обязательно разберем. Да, ну, в среднем так. То есть, ну, тут может быть, видите как, здесь два. Ну, понятная идея, то есть. Поэтому, еще раз повторюсь, минимум должно быть не меньше двух в каждом каталоге, но суммарно должно быть 30, суммарно 30. Понятная идея? Минимум 2 должно быть, но суммарно 30. Не так, что 0, 0, 0, 0, а здесь сразу ты сделал. Вот идея в этом. Хорошо, поехали дальше. Видите, да, по такому же принципу. Если у вас был максимальный уровень... Да, совершенно верно, Сергеевич. И это новички, которые сделали заказы по сфейболю. Если у вас был максимальный уровень 9%, соответственно, вам нужно, обратите внимание, 4 каталога подтвердить уровень старшего менеджера, то есть 22% в 6, 7, 8, 9 каталоге. Если был максимальный уровень 12-15%, то же самое. Если у вас был максимальный уровень 18%, вам нужен уровень старшего менеджера подтвердить не 4 каталога, а 6. Соответственно, вам надо в 4 каталоге уже выйти на уровень 22%, если у вас был максимальный уровень 18%. Ну и, соответственно, видите, сколько у вас должно быть суммарно со всей командой квалифицированных рутов, то есть это новичков, которые в первый 21 день с момента регистрации сделали заказ на 100 баллов и более. Ставьте восклицательный знак, если смог это понятно объяснить. Ну, если отказываются, ну, как сказать, насильно, как говорится, мил, будешь, то есть мы ищем тех людей, которые будут это делать. Андрей, я надеюсь, ну, понятно это объяснил. Итак, отлично, что? Вторая возможность. Есть партнеры, кто уже выполнили условия на Болгарию. Компания им объявляет следующее. Сделайте уровень старшего менеджера, и мы вам выплатим дополнительные бонусы от 250 до 500 долларов. Дорогие друзья, поставьте, пожалуйста, цифру 10, если среди вас есть те, кто выполнили условия по первой волне. То есть первая волна была квалификационного периода у нас. Тем, кто выполнил эти условия по первой волне, имейте в виду, вы можете получить дополнительный бонус еще от 250 до 500 долларов. Если у вас по этому поводу, ну, у меня так же, у меня же так квалификация теряется. Андрей, давай сделаем так, я сейчас к господину Чердакову обращаюсь. После вебинара у тебя вопрос, я так понимаю, мы свяжемся индивидуально и обсудим. А частные вопросы, ну, я думаю, немножко не совсем интересно будет остальным слышать ответ на частные вопросы. Итак, разобрались с этим. Дорогие друзья, еще раз хочу отметить. Поездка, еще раз хочу отметить. Поездка на международную конференцию полностью оплачивается компанией. Перелеты, проживание, экскурсии, питание полностью за счет компании. Стоимость путевки примерно 90 тысяч рублей. То есть, ну, я думаю, в Болгарию даже к тому моменту одно это будет даже дороже. Ну, вот, например, в этом году путевка обошлась фирме, то есть 98 тысяч рублей на менеджерскую конференцию. Ребят, вот задумайтесь об этом. То есть, примерно 5 дней, то есть 5-6 конференций идет. То есть, программа конференции, то есть, ну, будет озвучена чуть ближе к этому периоду. Отлично. Восклицательный знак, я так на это вопрос был. Хорошо, поехали. Старайтесь, дорогие друзья, задавать, пожалуйста, общие вопросы. Хорошо? Больше. А частные вопросы, лично, которые вас касаются, вы обязательно задайте их в личку нам. Хорошо? Итак, есть еще такое понятие, как международные золотые конференции. Это конференции уже более высокого статуса. Давайте посмотрим, что такое международная золотая конференция. Хорошо? Внимание на экран. Хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Золотая конференция была на Кипре, потом мы переехали уже в Сочи. В этом году конференция будет проходить также на круизных лайнерах. Вот вы видели сейчас круизные лайнеры 2014 года, в 2017 году у нас юбилейный год, и будут также круизные лайнеры по Средиземному морю, 4 города, 3 страны. Вот, дорогие друзья, кто не знает, я до этого 8 лет работал в «Газпроме». Плохо вообще работать нигде не умею. Если работаю, то работаю. Но вы знаете, за 8 лет в «Газпроме» мне ни разу не подарили ни одной путёвки. Нет, один раз мне подарили путёвку на базу отдыха в Волге Нижегородской области на 2 дня выходных. Всё. Понимаете, в чём дело? Кто не будет смотреть на длину твоих ног? Здесь никому без разницы, какой у тебя диплом, образование, кто твои родители и так далее. Как быть участником международных золотых конференций? Ребят, вот тут всё очень просто. Тут не надо считать курекрутов, тут не надо считать там ещё какие-то моменты. То есть здесь нужно сделать очень простую штуку. Но давайте до простой штуки. Нарисуйте вот этот квалификационный период также. Я его, чтобы не рисовать здесь, вот видите, да, на слайде нарисовал. Квалификационный период идёт с 5 каталога текущего года по 4 каталог следующего года. Вот для каждого из вас сейчас квалификационный период начинается на золотую конференцию в 5 каталоге текущего года. И продлится до 4 каталога, соответственно, 2018 года. Вот как нарисуйте, пожалуйста, плюсик в чате, хорошо? Так, дорогие друзья, прошу извинения, у меня один каталогный период вылетел. Между первым и третьим нету второго. Но вы нарисуйте, пожалуйста, чтобы он тоже у вас был, хорошо? Не обязательно такими стрелками, вот просто вот так вот только. Вот так вот нарисуйте себе. Итак, квалификационный период на золотую конференцию, международная золотая конференция, начинается в 5 каталоге 2017 года, текущего года, если вы будете смотреть в записи, но позже, если кто-то будет это видео смотреть, ещё раз подчеркну в записи, до 4 каталога с лет года. В нашем случае с 5 каталога 2017 года по 4 каталог 2018 года. Вот тут условие для того, чтобы квалифицироваться, звучит очень просто. Ребят, на самом деле очень просто. В 8 каталожных периодов сделать так, чтобы у вас были 2 директорские команды параллельные. 2 параллельные команды в течение 8 каталогов этого квалификационного периода. Если мы с вами посмотрим от обратного, 4, 3, 2, 1, 17, 16, 15, 14. Крайний срок, когда вам нужно, чтобы у вас было 2 параллельные директорские команды, я это вы, первая команда директорская и вторая команда у вас директорская, крайний срок, чтобы они вышли на уровень 22% эти 2 команды, это 14 каталог текущего года. Ещё раз повторюсь, вам нужно сделать так, чтобы у вас был край в 14 каталоге текущего года, 2 команды были на уровне 22%. Вот вопрос такой, как вы считаете, вот те партнёры, которые у вас сейчас только зарегистрируются, придут в бизнес, в текущем каталоге, в следующих каталогах, могут они до 14 каталога текущего года успеть построить 2 директорские команды? Поэтому, дорогие друзья, я хотел бы, чтобы вы сейчас думали не про себя в первую очередь, как мне поехать на следующую международную золотую конференцию за счёт фирмы. Я бы хотел, чтобы вы сейчас думали с позиции, как сделать так, чтобы мои партнёры поехали вместе со мной, точнее даже какой командой я поеду, сколько моих друзей поедет. Я, когда провожу встречи, презентации, я всегда говорю, ребят, я вас зову только деньги зарабатывать, я вас зову не только получать признание здесь, я вас ещё зову в этот бизнес путешествовать. Обратите внимание, у многих людей нет денег для того, чтобы путешествовать, есть такая категория людей. Поставьте вот сейчас цифру 1, кто может честно признаться, да, я пока отношусь к этой категории людей. Вот первая категория есть, у кого нет, увы, денег пока путешествовать, нету их свободных этих денег. Есть вторая категория людей, у них есть деньги, но у них нет времени. Кто смотрит в записи, да, ну вы не поставите циферки, вот, есть, да, деньги есть, но времени нет. Есть такая категория людей. Есть третья категория людей, ребят, у них есть и деньги, и время, но у их друзей нет или денег, или времени, а им в одиночку неинтересно это ездить. Вот это третья категория людей. Есть такие? Поставьте циферку 3, есть в вебинаре. Понятно, да, идея? У них есть и деньги, и время, но у их друзей их нет, и они не могут с компанией хорошей поехать. Вот, ребят, в нашем бизнесе у вас будут и деньги, и время, и самое главное, у вас будет компания друзей, с кем вы будете ездить на эти международные конференции. Вот поставьте циферку 4, кто хочет вот этот стиль жизни, когда есть и деньги, и время, и еще компания друзей, с кем можно ездить на эти конференции. Вот на какую идею мы приглашаем, ребят. Поняли идею? Поняли смысл? Итак, еще раз, две команды, то есть две команды, которые вышли на уровень 22%, и в квалификационном периоде, квалификационный период с пятого каталога текущего года по четвертый каталог следующего года, чтобы эти две команды в течение восьми каталогов подтвердили этот результат. Ну то есть если мы смотрим от обратного, четвертый, третий, второй, первый, семнадцать, поставьте циферку 8, если это понятно объяснил, и вам все стало понятно. Давайте договоримся, если есть какие-то непонятности, вы обязательно зададите эти вопросы мне лично, либо своим тамникам напрямую. Если вы смотрите видеозапись, дорогие друзья, обязательно, обязательно задайте вопросы нам, своим наставникам. Хорошо. С золотой конференцией разобрались. Дорогие друзья, конференция, это бриллиантовая конференция. Ну вот наша первая, например, да, конференция, она по бриллиантам сики. Вы видите одну из фотографий мексиканских. Еще один из примеров покажу вам. Это Сингапур, то есть 57 этаж, да, то есть отель, в котором мы жили, и вся крыша отеля, да, то есть Мария Байсант называется, то есть отель. Это бассейн. Можете в интернете посмотреть, что это такое. То есть вот фотография как раз оттуда. Одна из бриллиантовых конференций, например, у нас была в Кении, в Африке. Ребята, ну не поедешь. Бриллиантовая конференция – это то, куда мало кто вообще поедет. Мы были на бриллиантовых конференциях в ЮАР, в Кейптауне. Мы были в Бразилии, в Рио-де-Жанейро. Мы были на бриллиантовых конференциях, то есть в таких странах, которые не всегда ты выложишь деньги для поездок на эти конференции, даже если они есть. Просто я вам могу сказать, что стоимость бриллиантовой конференции, например, да, то есть поездка на двоих оплачивает компания, вот от, ребят, подчеркну, от 400 тысяч рублей и более. Поставьте, пожалуйста, плюсик в чате, кому я показывал акты по итогам поездки, и вы видели эти акты. И кто из вас помнит, да, цифры, вот стоимости этих поездок. Вот средняя стоимость сейчас, поездок уже сейчас. Я показывал ребятам просто акты, например, 10-летней давности, там тогда стоимость поездок была 350 тысяч. Вот сейчас стоимость бриллиантовой конференции, понимаете, в связи с возросшим курсом, составляет более 500 тысяч рублей. Деньги не из воздуха берутся. Откуда берутся деньги у фирмы, я вам чуть почек покажу, хорошо? Итак, поехали. Что такое бриллиантовая конференция? Давайте посмотрим. Одно из видео бриллиантовой конференции. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Итак, дорогие друзья, Это были зарисовки, небольшие зарисовки с международной конференции, которая бриллиантовая конференция, которая прошла буквально несколько недель назад. Это январь месяц, Майами, Флорида, Соединенные Штаты. Итак, что необходимо для того, чтобы стать участником бриллиантовой конференции? Необходимо закрыть звание бриллиантового директора. Что это означает? Это означает то же самое, без всяких курек, очень простую в понимании, понятную задачу. Это построить шесть директорских команд. Шесть директорских команд. И сделать так, чтобы эти шесть команд в течение восьми каталогов подтвердили результат. Квалификационный период, пометьте себе, пожалуйста, вот нарисуйте его, с тринадцатого каталога по двенадцатый каталог. Следующий год. Соответственно, смотрите, вот сейчас уже идет квалификационный период на Японию, который будет в следующем году. Да, кто-то, может быть, из вас успеет, да, квалифицироваться. Но вот смотрите для себя на перспективу. Вот в тринадцатом каталоге текущего года начнется квалификационный период на следующую конференцию после Японии. Вот зарисуйте себе квалификационный период, пожалуйста, с тринадцатого каталога текущего года по двенадцатый каталог следующего года. Как только зарисуете у себя, ставьте тоже в чате, пожалуйста, плюсик. Итак, с тринадцатого каталога текущего года по двенадцатый каталог следующего года. Это квалификационный период. Какая задача, дорогие друзья, задача сделать так, чтобы 6 команд, директорских команд, в течение 8 каталогов подтвердили этот результат. А теперь я уже вашу проверю. Напишите, пожалуйста, в чате, в каком каталоге край у вас должно появиться 6 директорских команд параллельно. Вот в каком каталожном, я это вы, я это вы, в каком каталожном периоде у вас должно появиться 6 директорских команд. Вот посчитайте. Тут у меня тоже ошибочка, ребят, вышла на экране, если вы посмотрите, у меня тут, я вам могу сказать, дятого каталожного периода. Поэтому многие из вас пишут 4. У меня тут нет 10 каталожного периода. Посмотрите внимательно, посчитайте. Совершенно верно. 5 каталожный период, совершенно верно. Тут просто 10 нет, видите? То есть получается 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ребят, это получается, для того, чтобы вам попасть на бриллиантовую, следующую, которая будет уже после Японии, вам нужно в пятом каталоге следующего года, даже не текущего, сделать так, чтобы у вас было 6 директорских команд. Если, конечно, вы успеете в этом году к пятому каталогу создать 6 директорских команд, то вы поедете в Японию. Но даже если вы не успеете до пятого каталога, а сделаете 6 директорских команд, создадите к следующему году, к пятому каталогу, то вы поедете, уже будете участником бриллиантовой конференции. Вот, дорогие друзья, давайте всяких там, да, то есть вот дополнительных мотиваций, как вы считаете, реальная эта задача, делая функционал, работая по-серьезному, то есть к следующему году вырастить 6 директорских команд, к пятому каталогу следующего года. Вот, запомните, друзья, у одних людей исполняются, вот всегда исполняются опасения, а у других людей всегда исполняются цели и задачи. Вот я давно это заметил. Если человек говорит, это нереально, я говорю, ты прав, ты точно прав, у тебя не получится. Если мне другой человек говорит, да блин, это же возможно, я говорю, ты тоже прав, вот ты точно прав, потому что у тебя это получится. С каким настроем работаешь, каких людей вытягиваешь. Вот это удивительная мотивационная штука, ребят. То есть понимаете, в чём дело? Вот удивительная штука, она срабатывает. Итак, Международная бриллиантовая конференция. Шесть директорских команд. Дорогие друзья, мой вам совет. Когда вы думаете о шести директорских командах, пожалуйста, не думайте про своё звание бриллиант-вектор. Вы, пожалуйста, думайте о том, как помочь шести людям стать директорами. Думайте, пожалуйста, о том, делать так, чтобы у них получилось. Ещё раз подчеркну. Если у нас получилось, то получится абсолютно у любого человека. Что отличает нас, Наташа? Я вам могу сказать, что отличает нас. Это то, что мы не умеем работать на 90%. Мы не умеем работать на 98%. Мы просто свою работу делаем всегда на 100%, каждый день. Вот это самое главное. И вы тоже умеете это делать. Я всегда говорю, просто некоторым людям нужно, чтобы жизнь прижала работать на 100%. Почему-то некоторым людям нужно, чтобы кто-то заболел в близком окружении и понадобилось срочно 10 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч долларов для того, чтобы поднять свою точку с дивана и начать что-то делать, двигаться вперёд. Почему-то некоторым людям обязательно нужно какой-то геморрой на задницу получить, чтобы начать двигаться вперёд. Вот, дорогие друзья, я сейчас обращаюсь к вам. Что делать, мне когда говорят, что конкретно делать? Записывайте, пожалуйста, скажу, что конкретно нужно делать. Первое, что нужно делать, это каждый день приглашать новых партнёров в свою команду. Задача делать 7-20 регистраций каждые 3 недели. Научиться это делать. Понятная идея? Просто у кого-то сразу это получится, кому-то надо учиться. Видео смотреть, вебинары посещать, без стеснений наставникам вопросы задавать. Делать до тех пор, пока не начнёт получаться. Делать, делать, делать. Только один критерий правильный – это делать. Дальше поехали. Второе действие, что необходимо. Обучаться. Обучаться на вебинарах, обучаться на обучающем сайте, обучаться на планёрках, обучаться при созвонах с наставником. Давайте сразу договоримся. Если вы работаете в паре с наставником в его системе, то учиться надо. Понятная идея? Станете директором, будете создавать полностью, 100% свою систему. Полностью. До этого периода делаете то, что говорит наставник. Не выдумывая, не придумывая «я веду 15-е какое-то колесо». Вот наставник говорит «7-20 регистраций», делай 7-20 регистраций. Наставник говорит «посещай вебинары». Посещай вебинары. То есть и посещать не глупо, а посещать с одной единственной задачей. Начать применять то, что говорят на этих вебинарах. Третье действие. Делать личный товар-оборот от 150 баллов в первые три дня каталога. Почему в первые три дня каталога? Потому что если вы делаете личный товар-оборот в первые три дня каталога, все остальное время будет сфокусировано только на одном. На приглашение, на построение команды, на развитие своих партнеров. Если вы это не делаете, а делаете как придется, то у вас расфокусировка немножко в голове держится. Поэтому делайте это в первые три дня. Хорошо? Четвертое действие. Четвертое действие. Обучать своих новых партнеров. Чему обучать? Тому, чему с ними учились. Четвертое действие. Обучать новых партнеров. Со страстью, со всей любовью, со всей уважением к ним. Есть еще одна штука. Называется «Жить без жалоб». Вот есть книга такая, называется «Мир без жалоб». Кто ее читал? Поставьте плюсик в чате. Те, кто не читал, померьте себе. Книга «Мир без жалоб». Идея книги очень просто звучит. Если вы можете что-то изменить в своей жизни, измените это. Если не можете это изменить, то измените свое отношение к этому. Но только никогда не жалуйтесь. Никогда не жалуйтесь на государство. Никогда не жалуйтесь на начальство, на спонсоров, на нас. Не жалуйтесь. Ребята, вот понимаете, в чем дело? У нас работа с вами. Вот скажите, пожалуйста, кому сейчас по ногам спину продувает? Или вы сейчас под дождем сидите? Вот когда кто-то в нашем бизнесе ныть, я говорю, вы что, борзели? Вы сидите в тепле перед монитором, может быть, с чашкой чая в руках. Понимаете, в чем дело? С потолка, слава богу, наверняка у вас ничего не льется. Так ведь получается? Ребята, вот кто согласен? Поставьте цифру 10, что вот если посмотреть внимательно со стороны, то наш стиль бизнеса, но комфортный, до не могу, ребят. Вот кто с этим согласен реально? И жаловаться на такой стиль работы, знаете, это означает быть неблагодарным вообще жизни и ко всему, что вы есть здесь. Поэтому, ребят, побойтесь Бога плакать и ныть работы в таких условиях. Потому что кто-то сейчас для того, чтобы зарабатывать деньги, едет на заработок в стройке, горбатится ради денег этих, понимаете? Кто-то сейчас намного в худших условиях работает без больших перспектив. Поэтому, ребят, цените этот момент. Вот поставляющая, которая эмоциональная сейчас я вот так вот вам озвучиваю. Это называется, это называется правильное отношение к жизни. Идея понятна? Только так и больше никак по-другому. Теперь, приятная новость, дорогие друзья. Сегодня компания Reflame озвучила о том, что теперь при регистрации у нас будет указываться не только... То есть, смотрите, мы как сейчас все регистрации делаем? Мы сейчас, когда регистрируем, все регистрации делаем в одну цепочку с вами. Вот за нижним партнером, да, то есть получается. Вот теперь, дорогие друзья, помимо того, что мы регистрируем за нижним партнером, у нас будет возможность указывать, кто этого человека реально пригласил. Например, пригласил Иван, то при регистрации технически, вы увидите, там будет специальный раздел, будет указан, ну, а если регистрируем, например, под Алену, мы регистрацию делаем за нижним, вы знаете, да, партнером. Так вот, при регистрации будет еще указано, там, в отдельной графе, кто истинный наставник, Иван. К примеру, вот здесь делали регистрацию, его тоже пригласил Иван, и здесь тоже будет стоять Иван. То, что теперь, очень приятная такая штука, сразу будет видно, на самом деле будет видно, кто кого пригласил, это позволит, такая система позволит регистрировать в любое место, куда вы считаете нужно, в любое место, куда вы считаете нужно. Дальше, это позволит все-таки еще раз, да, видеть, кто как работает. Следующий момент, это даст возможность теперь в перспективе будущего по акциям, когда компания объявляет, например, да, там, пригласить трех новичков, помоги им пройти первый шаг стартовой программы, и ты получишь подарок, то вот раньше это надо было регистрировать только в первую очередь, а мы так не работаем, то теперь, регистрируя даже в глубину, компания будет видеть, кто кого пригласил, и если вы пригласили трех новичков в глубину, и они сделали, например, там, какие-то условия, то вы получаете за это подарок. Поставьте восклицательный знак, если смог это так понятно объяснить. Ребята, это на самом деле очень классно, да, то есть это на самом деле очень классная новость, компания, просто выходит на сайте. Также, вот вопрос сегодня задали, да, есть такое понятие, как верификация паспорта, дорогие друзья. Верификация паспорта, это означает, что вам необходимо в течение 21 дня с момента регистрации обязательно загрузить у себя на страничке в личном кабинете на сайте Reflame ксерокопию своего паспорта, фотографию своего паспорта, где, ну, лицевая страничка, что вы есть настоящий человек. Вот, и спрашивают, да, то есть, а можно будет ли регистрировать, ну, как раньше, да, по такой модели, да. В течение 21 дня можно будет регистрировать даже без верификации паспорта, все нормально. Это как сейчас же, все так же идет. Итак, дорогие друзья, еще раз давайте подведем итог. У нас есть три квалификационных периода на международной конференции. Первый квалификационный период – это менеджерская конференция. Второй квалификационный период – это международная золотая конференция. Третий квалификационный период – это бриллиантовая конференция. У нас есть еще квалификационный период на исполнительную конференцию. Исполнительная конференция – это еще дополнительных 5 дней к бриллиантовой конференции. И путевка. Исполнительная конференция – это для лидеров, у кого 12 директорских марок по ширине. Понятная идея? И квалификационный период на исполнительную конференцию совпадает с квалификационным периодом на бриллиантовую. Нужно просто в таком же квалификационном периоде закрыть звание исполнительного директора. Вот мы сейчас закрыли звание исполнительного директора, поэтому в Японию мы получаем путевку на 4 лица. И конференция бриллиантовая будет в Токио, а исполнительная конференция будет в древнейшей столице Киото, называется в Японии, на 5 дней раньше бриллиантовой конференции. Надеюсь, я смог это тоже вам понятно объяснить. Вот, что такое с 5 января начинается. Международная конференция, ты имеешь в виду, Мария? Ну, примерно так, да, примерно так с таких чисел и начинается все. Итак, дорогие друзья, еще раз в завершение, еще раз в завершение обращаюсь к вам. Выполняйте, выполняйте четко все функциональные задачи своего уровня. Я никогда не зову людей сюда, ничего не делать. Да, то есть презентация, то есть у нас дается легкая, простая, без загрузки. Но я сейчас с вами разговариваю, как с ключевыми партнерами, дорогие друзья. Здесь нужно выполнять четкий функционал, еще раз подчеркну, 7-20 регистраций. Второе – обучаться. Третье – делать личный товароборот в первой тренинге, обучать своих новых партнеров. И пятая штука, которая, ну, неизмеримо, но делает вот эти все четыре первых действия на самом деле результативными. Правильное отношение к делу. Это еще раз подчеркну. Ценить то, что есть – это жить без жалоб и никогда не позволять себе унывать. Запомните, ребят, человек, который унывает, для меня это показатель одного единства. Значит, он мало работает. Когда ты делаешь много правильных действий, у тебя нет времени на ерунду. Александр, только так. Ну что, с огромным уважением к вам, Эдуард Васильев. Дорогие друзья, те, кто будут смотреть видеозаписи, будьте уверены, с командой БМД-21 у вас обязательно все получится. Будьте уверены, выполняя четкий функционал, у нас у всех будут растущие результаты. Все, ребят, работаем. Успехов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok